Аномальная жара в начале лета внесла коррективы. Как это отразилось на казахстанских зерновых, овощах и фруктах, расскажу в ближайшие несколько минут. Это актуально. Здравствуйте. Жаркая погода уже навредила как минимум трем регионам. В Алматинской, Костанайской и Октюбинской областях поле исчезной негативно сказался на состоянии посева зерновых. В областях пострадавших от погодных условий созданы специальные рабочие группы. И если раньше в Минсельхозе прогноз волового сбора урожая зерна ожидали не хуже 2018 года, то теперь есть повод для сомнений. По тем областям, которые пострадали от погодных условий, созданы специальные рабочие группы, по итогам работы которых в течение 10 дней будут подведены итоги и в случае необходимости приняты соответствующие меры. Пока сложно говорить о прогнозах урожая ввиду сложившейся ситуации с погодными условиями. Точные цифры будут известны после результатов работы комиссии. Основные экспортеры казахстанской пшеницы – это страны СНГ. Но специалисты отмечают, чтобы казахстанские трейдеры могли конкурировать на мировых рынках с учетом затрат на логистику, цена на зерно на внутреннем рынке должна быть ниже. По предварительным прогнозам, в текущем сезоне производство пшеницы в Казахстане составит не более 11,5 миллионов тонн ввиду засухи, в частности в Костанайской области, где в ряде случаев урожайность пшеницы критически низкая – 3 центнера на гектар и менее. Зерновая, не сформировавшаяся, щуплая, пересушенная вследствие дефицита влаги в почве. Жаркая погода сыграла на руку тем, кто выращивает арбузы и дыни. Бахчевые пользуются спросом не только в Казахстане, но и за рубежом. Первую партию 40 тонн арбузов из ЖТСА отправили в Россию еще в мае. Земледелием занимаемся уже 20 лет. На 4 гектарах выращиваем арбузы сорта «Атаман». На сегодня урожай с каждого гектара составляет 30 тонн. В этом году погода для земледелия благоприятная. Впрочем, на количество и качество собранного урожая влияют не только погодные условия. Вовремя внесенные удобрения, химическая обработка растений против болезней и сорняков – это все скажется на полученном урожае, к сбору которого, кстати, приступили в большинстве регионов страны. И это актуально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова